Этот водитель остановлен за нарушение. Кажется, ничего серьезного. Двигался по своей полосе, никого не подрезал, уступал пешеходам. Вот только забыл позаботиться о самом главном. Ребенок в машине ехал непристегнутым. Только вчера поехал из Киева и не успели сиденье забрать. К счастью, в последнее время таких нарушителей стало меньше. Действует на родителей не столько штраф, сколько статистика. Каждый второй ребенок, пострадавший в ДТП, был непристегнутым. Если взять те годы, когда у нас кресла только появились, люди как бы относились с ним еще так негативно, не понимали, для чего они нужны. Сейчас из 100%, ну 90% все-таки понимают, что это их дети, пристегивают их. Олегу сидеть в любимом кресле осталось недолго. Он уже большой и скоро придется покупать новое. Поиски, по словам мамы Елены, много времени не займут. Как и в первый раз, она посмотрит краш-тесты, почитает отзывы в интернете, а главное, сын сам покажет, что ему нравится. Кресла выбирали из известных марок, там читали в интернете, какие из них могут быть там получше, побезопаснее. А из того, что выбрали, выбирали, в чем он согласится сидеть. Ну я обычно сплю здесь. Чтобы маленькому пассажиру было удобно, при покупке кресла нужно учитывать возраст и вес ребенка. Люльки, их еще называют переносками, рассчитаны на новорожденных. Размещается такое кресло всегда исключительно против хода автомобиля. Это объясняется тем, что у ребенка еще очень слабые шейные позвонки. И, соответственно, если разместить его по ходу движения, любая нагрузка, даже резкое торможение, может привести к травмам. Следующие категории для детей от года до трех. У них спинка регулируется для сна ребенка. И от трех до десяти. У таких нет штатных ремней. Ребенок пристегивается обычными автомобильными. Кстати, кроме ремней, некоторые производители предлагают дополнительные средства защиты. Столик безопасности. Это вот такие вот столики, где садится ребенок. Этот столик ставится ему на колени. А штатным ремнем, уже проведенным через специальные прорези в столике, фиксируется и столик, и кресло, и ребенок. Если и такая конструкция кажется недостаточно надежной, стоит купить кресло с жестким креплением. Правда, стоить оно будет дороже и подходит только к тем автомобилям, которые оборудованы системой Isofix. Вот такие вот жесткие штыри в самом автокресле, которые зацепляются за специальные скобы внутри автомобильного кресла. Благодаря этому кресло установлено более жестко, его невозможно установить неправильно. Какое бы кресло вам не приглянулось, этот выбор окажется правильным. Самый главный пассажир будет под защитой. Крепких ремней, подголовника и жесткой спинки. Позаботиться об этом родительский долг. И неважно, предстоит вам дальний путь или близкий. Ребенок должен быть в безопасности каждую минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова